здравствуйте меня зовут федор васильев это пятый урок видео курса лендинг пэйдж для начинающих и в этом уроке я покажу как можно добавлять новые веб шрифты для вашего текста а их добавлять поверьте нужно так как если мы выделим какой-то текст и вот здесь вот посмотрим на самом деле здесь довольно скудный запас веб шрифтов для текста сейчас сначала расскажу какие шрифты не рекомендуется использовать туда же вот написано заголовок системные шрифты экспорт в виде изображения то есть смотрите вот весь этот список мы его вообще не трогаем какие бы тут до симпатичны вам тут не показались шрифты мы их не трогаем так как эти шрифты превращают текст в изображение это не есть хорошо значит если это изображение значит поисковой системы уже не будут воспринимать текст как текст то есть нам нужно чтоб текст индексировался на сайте и например он выдавался в поиске но если это будет изображение то как бы смысл какой да если у нас нам нужно изображение мы его сами создадим там на фотошопе или скачаем вот а шрифт текст должен оставаться текстом соответственно из того что можно использовать это веб шрифты здесь вы видите это уже добавлены мною шрифты здесь у вас будет намного меньше шрифтов и сейчас давайте приступим к одному из моих любимых способов как я себе добавляю нужные веб шрифты первый сайт с первого сайта мы сначала подберем нужный нам шрифт который нам нравится или который нам подходит под нашу тему скачаем его и через другой сайт другой сервис сконвертируем данный шрифт чтобы потом дальнейшем мы его загрузили в нашу программу переходим вот на этот сайт это просто один из сайтов который предлагает скачать шрифты из этого урока все ссылки которые используются в уроке то есть вот эти вот этот сайт потом генератор сайт все ссылки эти будут находиться на сайте моем федоровасильев.ru под видео смотрите первое что на что мы обращаем внимание да это на правую сторону вот этот столбец и мы находим здесь слово кириллические шрифты они нам нужны если мы будем использовать русскоязычный сайт то есть наш лендинг будет а весь на русском языке весь текст будет на русском языке и нам нужны шрифты которые поддерживают русский язык а это как раз таки кириллические шрифты кликаем сюда по кириллическим шрифтам и здесь мы смотрим вот на эти слова это как бы демонстрация как будет выглядеть ваш текст здесь очень большой выбор шрифтов вот здесь вы видите навигация странички то есть надо покликать походить на самом деле вот у меня очень много может уйти времени в поисках симпатичного нужного шрифта но я для примера остановлюсь на одном потому что все остальные шрифты также делаются по аналогии и сразу же на первой странице в сам низу вот этот довольно таки такой симпатичный шрифт у которого вот буковки видите как бы внизу крошится вот давайте попробуем поставить данный шрифт кликаем по вот этой демки здесь идут всякие описание кто создатель и вот здесь вот под рекламой есть ссылка скачать шрифт и идет название шрифта здесь нам говорят что введите решение после того как вы ввели сюда решение мы нажимаем на кнопку скачать если вы решение ввели верно то вас должно всплыть вот такое вот окно выбираем диск и папку на компьютере куда мы хотим сохранить данный шрифт пока не важно куда главное чтобы вы запомнили а куда вы его сохраняете все я в шрифт сохранил так это еще не все а нам теперь нужно его сконвектировать переходим вот на следующий вот такой вот генератор адрес вы также можете видеть здесь либо под видео как я уже говорил на моем сайте будет эта ссылка и первое на что мы обращаем внимание вот на эту голубую кнопку кликаем на нее у нас всплывает окно чтобы мы выбрали шрифт на нашем компьютере чтобы в дальнейшем проделать некую манипуляцию а именно сконвертировали шрифт значит я нашел этот шрифт кликаю по нему и нажимаю на кнопку открыть и первое что мы знаешь делаем мы сначала кликаем вот на эту кнопку где у нас написано но нет чтоб кнопка взяла положение да yes и следом мы жмем на кнопку конверт и немножко ждем опять у нас плавает окно наш шрифт сконвертировался а в несколько файлов и запаковался в zip-архив принципе в ту же папку где шрифт я выбрал я туда же и сохраняю все теперь идем в ту папку куда мы сейчас только что сконвертировали наш шрифт здесь мы видим оригинальный шрифт с расширением ттф и вот этот zip-архив веб-шрифт сконвертированы с другими необходимыми файлами мы это дело распаковываем и заходим в папку font здесь присутствуют необходимые значит файлы вот это и от и sg вов и вов 2 это все необходимо нам для того чтобы выгрузить шрифт в программу adobe news ну и первое что нужно сделать сам шрифт ттф мы кликом двойным кликом и устанавливаем здесь кнопку установить сначала к себе на компьютер после установки мы это дело закрываем переходим в программу adobe news кликаем файл и добавить или удалить веб-шрифты три вкладки у вас скорее все будет вот так на на первой вкладке находиться мы кликаем сюда локальные и вот здесь и ссылочка добавить шрифты здесь нам показывают как раз какие файлы нужны вов и от и sg кликаем обзор значит находим на папку фон смотрите чтобы вы не путались если мы здесь откроем она у нас пустая сейчас я вам покажу именно на как выглядит у меня в папке вот смотрите мы сконвертировали шрифт распаковали zip архив у нас появился вот этот ксс файл и папочка font вот как раз эту папочку нам не нужно ее открывать то есть здесь мы просто по ней кликаем после того как нажали на кнопку обзор в программе adopt news и нажимаем потом выбрать папку вот смотрите найдено файлов с веб шрифтами 3 то есть вот эти три файла нам и нужны а вот здесь уставим галочку и нажимаем на кнопку продолжить у нас все получилось и вот название шрифта стоит напротив галочка никаких ошибок не возникло вот он верхний запоминаю как он называется и нажимаем ok в меню веб шрифты добавлено семейство шрифтов добавим и один окей ну и давайте попробуем вот это слово настройка придать нам новый шрифт теперь мы кликаем по шрифтам по галочке и в веб шрифтах веб шрифтах ищем его мы сразу видим образец и видим его название у нас шрифт удачный добавился видно что в образце буковки крошатся значит это тот самый шрифт кликаем по нему и вуаля у нас очень очень красивые шрифты шрифт а вот таким вот в принципе нехитрым способом можно оставлять веб шрифты так я делал возвращаю назад вот мы с вами не закончили еще первый блок но за забегая вперед раз уж у нас урок о шрифтах смотрите ниже у нас в уроке пойдет создание таких вот иконок сейчас мы установим с вами еще один шрифт вкратце об иконках смотрите иконка это в данном случае вот видите сзади круги это все сделала посредством news то есть по сути это через ксс стиле то есть это не картинки никакие не джипег и пнг вот именно круги вот эти вот темные синие сейчас я молчу вот об этих вот светло-желтых элементах вот это вот галочка потом типа шаблона типа часов и вроде что-то чата да ну соответственно вот это все тоже шрифты вот сзади синие круги это все через ксс сделано прямоугольником мы с вами еще не проходили как раз когда будем делать иконки вы об этом узнать это значит что здесь все очень хорошо сайт будет быстро грузиться если мы все стараемся сделать через ксс стиле да ну и соответственно иконки вот эти вот иконочки много вариантов как их можно установить мы можем найти пнг иконки что не нужно этого делать джипег иконки св g то есть это уже лучше но в данном случае есть еще такое понятие как иконочные шрифты и мы с вами сейчас поставим еще один шрифт а точнее он ставится аналогичным образом он у меня уже стоит в news просто вы зайдете после урока ко мне на страницу и скачаете себе этот шрифт и аналогичным способом установите к себе чтобы он у вас был зачем это нужно смотрите можно использовать как я уже говорил пнг иконки джипег иконки но при увеличении на мобильных на планшете эти иконки будут выглядеть очень плохого качества и чем больше мы графики используем на сайте то есть это графика это картинки всевозможные джипег пнг расширения чем мы больше используем их на сайте тем сайт тяжелее и соответственно тему тяжелее грузится а нам нужно сделать как можно больше в оптимизировании и соответственно если есть такой замечательный шрифт который позволяет выбрать любой размер иконки любой цвет то есть смотрите во первых этот эти иконки они не теряют в качестве преувеличения и самое главное они ничего не весят то есть сколько бы вы их не разместили как кого бы размера не были сайт не будет тяжелее при этом понимаете поэтому мы будем использовать иконочные шрифт он называется big boss phone вы найдете такой архив скачайте себе распакуйте он уже сконверктирован то есть вам не надо будет лезть на сервис конвектора вы просто распакуйте рар архив увидите все эти файлы не забудьте ттф установить к себе на компьютер как мы это уже делали и аналогичным способом установите этот шрифт к себе в adobe muse мы с вами еще дойдем до этого блока когда мы будем делать иконки но я раз уж мы сейчас говорим о шрифтах вкратце в этом уроке покажу смотрите выбираем инструмент т значит рисуем такой вот квадратик а значит выбираем списке наш шрифт так как я уже использовал его он у меня находится последнее использование шрифты то есть самый верх и вот он big boss icon кликаем и вы должны активировать значит вот такой панельку глифы если у вас она не активна то есть она у меня расположена здесь я тут разместил а значит если у вас глифы нет то это окно и вот глифы галочку ставите значит этот шрифт он дает более 1800 иконок то есть после того как вы выбрали шрифт big boss icon и кликнули по глифы у вас будет просто огромный список иконок которые вы можете использовать прозрачные заливкой что угодно например вот android смотрите я просто кликаю по значку он у нас появляется здесь мы делаем как любому шрифту вот здесь любой размер можно сделать еще больше прописав вот здесь размер да и соответственно вы выбираете как любому тексту любой цвет вот и все видите любую иконку вот таким нехитрым способом мы можем разместить на сайт но мы дойдем еще до этого когда будем создавать блок иконок то есть как вот здесь вот повторять вот этот вот блок на этом я заканчиваю данный урок и увидимся в следующем наверно трудно представить себе современный лендинг-пэйдж сделанный в адоп news без сторонних виджетов а где же их взять спросите вы специально для вас я подготовил пак качественных из самых востребованных виджетов 121 виджет ждут вас всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный потрясающий виджет например меню для мобильных устройств несколько вариаций мобильных меню уникальные слайд-шоу всевозможные эффекты с текстом круговой прогресс бар маска с текстом и многое другое чтобы скачать виджеты перейдите на мою страничку адрес который вы видите у себя на экранах просто пишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку забрать виджеты к вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты обязательно подтвердите иначе виджеты не придут к вам на почту второе письмо придет к вам автоматически где вы сможете скачать 121 виджет делаете лендинг пэтч делайте их круто